ох bitcoin bitcoin всем привет вы на канале крипто комманс конечно же у всех на умах bitcoin bitcoin что ты творишь куда ты движешься все задаются этим вопросом вот видите у меня тут обведенный кружочек он подходит для двухдневного таймфрейма двухдневный таймфрейм сетка супер гупи и вы можете видеть что вы можете видеть что bitcoin идеально протестировал 200 мувинг вот этой тенью несколько дней назад когда у нас было падение и также он идеально удерживал вот здесь в летнюю коррекцию назовем это так да и также он идеально много где еще его удерживал если вы размотаете назад в историю и посмотрите вот здесь тут когда мы провалились ниже начался корона дам потом мы снова удержали пошли наверх да и здесь тоже моего как сопротивление пробили и пошли наверх короче говоря 200 мувинг на двухдневном таймфрейме очень очень сильная история вот здесь опять же он был сначала как поддержка потом стал тестироваться как сопротивление мы ушли в дамп два раза и в предыдущем обычном цикле тоже он удерживал хорошо как ультимативная поддержка как мы можем с вами видеть например вот здесь у нас была такая резкая тень перед хорошим забросом наверх так что как вариант в краткосроке если вы верите в падение биткойна возможно неплохая точка для покупки это как раз 200 двухдневный мувинг то есть получается что это 400 мувинг на дневке да правильно я понимаю давайте проверим на дневке мы лезем в настройки индикатора супер гупи в моем случае и меняем двухсотку на четырехсотку да и вот она становится точно здесь ну и так же вы можете высчитать его и для недельки вот но это ничего не значит опять же что это может отработать это я просто вам показал так то вот у нас тут стоит 200 мувинг на дневке который мы уже пробили но вот сейчас мы его ретестим как в сопротивление как многие ждут но вообще я вам так скажу слушайте я показываю каждое видео что индекс страха и жадности уже зашкаливает все ждут коррекции закупиться еще ниже все ждут как минимум походу вот к этой тени не факт что это будет и очень важно понимать более глобальную картину где же мы вообще находимся в этом цикле и в этом плане мне понравился твит тег дев коллаборацию кстати с которым бенджамина кована мы недавно перели на втором канале сейчас она появится сверху обязательно обязательно поставьте на паузу откройте и и посмотрите потом если вы еще не видели видос очень очень крутой там 50 минут топовые аналитики для вас вот он затвитил что больше похоже говорит сейчас на красный кружочек чем на зеленый да но мы можем согласиться что если вы думаете что пойдем вниз то это не синий а зеленый правильный кружочек наш у нас уже был пик и сейчас мы ниже так вот он говорит что я очень давно не припомню синего кружочка то есть эйфории эйфории а вот больше похоже на красный кружочек то есть на надежду что возможно мы еще восстановимся и действительно у всех сейчас надежда и возможность возможный может быть оптивизм даже уже что все-таки это ралли реальная так и это хорошо значит ребята поймите потому что в рыночном цикле когда будет тотальной эйфории все будут орать просто что все биткоин никогда не упадет вот тогда и надо будет продавать поэтому смотрите опираясь на это то что вам сейчас показал хочу вам повторить некоторую вещь значит вот у нас цикла биткоина вот у нас есть его пике да давайте возьмем их как красные линии я вам кстати уже это показывал но я должен это повторить что это очень важное наблюдение вот у нас есть линия холвингов биткоина это тоже очень важно до тяжел той линии это когда у нас был холвинг соответственно мы можем предположить что примерно следующий холвинг у нас будет вот здесь примерно опять же потому что там это зависит от сложности сети и так далее но в целом примерно примерно вот здесь у нас будет следующий холвинг как вы можете сами видеть биткоин имеет тенденцию незадолго до холвингов находить свое локальное дно да как было вот здесь как было вот здесь как было вот здесь и соответственно мы можем предположить что как будет давайте возьмем пока эту область широко вот здесь да но смотрите теперь на каких высотах он обычно находил на это дно давайте с вами рассмотрим что вот у нас есть предыдущие вершины циклов мы их отметили красным мы пока не можем здесь нарисовать что мы не знаем где вершины цикла также у нас есть уровень сопротивления уровень первого сопротивления который становится потом поддержкой перед финальным полетом наверх вот эту важную вещь я вам уже показывал но хочу показать еще раз давайте заострю на этом ваше внимание вдруг вы не видели давайте это сделаем белыми белыми линиями смотрите уровень скажем так промежуточного сопротивления перед продолжением финальной фазы финальной волны роста да и смотрите очень интересный момент вот у нас была первая такая фигня первый такой уровень это была локальная вершина 2013 года в 200 с чем-то долларов перед взятием уже финальной вершины того цикла в 1100 1200 значит смотрите вот у нас первый такой уровень мы сначала встречали на нем сопротивление потом ретестили его уже на пробитие пробивали и дальше улетали выше и что самое примечательное что возвращались мы точно в этот уровень как дно медвежьего рынка следующего как дно следующего медвежьего рынка ребята это очень важно смотрите дальше снова 2016 год зарождение обычного рынка 2017 год первый такой уровень сопротивления где он у нас смотрите внимательно вот он у нас с вами где давайте я пока уберу вот эти вот кружочки насчет на хаосюба и не мешали вот опять же смотрите вот у нас был этот первый выран тринадцатом году вот у нас в семнадцатом году такой же уровень сопротивления и снова как вы можете видеть поскольку мы пробиваем ретестин как поддержку мы влетаем выше гораздо и снова мы возвращаемся на дне медвежьего рынка точно в этот уровень обратите внимание видите я считаю это очень важный даже вот важнее наверное вот эти моменты обвести что мы возвращаемся точно в уровень предыдущего сопротивления, который у нас был вот здесь и вот здесь. И опять же, про уменьшающиеся возвраты я вам говорил, больше вы увидите в коллаборации Бенджамина с TechDev. У нас первый раз после этого сопротивления мы набрали примерно 700% по биткоину. Второй раз после этого сопротивления мы набрали примерно 450% по биткоину. Ну там, смотря как считать. И сейчас, смотрите, очень-очень важно. Опять же, вот у нас красный предыдущий пик, мы его пробили. После этого мы уперлись в вот оно, важное сопротивление. Исходя из этой теории, ребята, я считаю, это очень важная информация, с которой стоит как минимум считаться в своем анализе рынка. Мы сейчас бьемся об этот уровень, соответственно, мы сейчас, грубо говоря, в этом флете устаканиваем следующее дно медвежьего рынка. Понимаете, как это было вот здесь вот и как это было вот здесь вот. Здесь, правда, это произошло немного быстрее, но, тем не менее, вот тут было два сильных дампа по 40%. То есть сейчас мы реально с вами долбимся в этот уровень, чтобы сделать его дном медвежьего рынка. И по этой теории, по этой теории, даже если мы на 200% улетим сейчас от этого уровня наверх, это даст нам биткоин в 207 тысяч долларов. Понимаете? Уважаю уменьшающийся возврат и удлиняющий цикл. Но даже если мы на 250 улетим, это даст биткоин в 250 тысяч долларов. Так что лично я думаю, что у нас будет финальная фаза экспансии этого пузыря. И после этого дно медвежьего рынка следующего, ближе к халвингу, мы нащупаем как раз где-то вот здесь. То есть вот примерно такой сценарий, я думаю, ожидать вполне себе, вероятно, перед продолжением следующего цикла. Понятно, что это было бы идеально. Все не бывает на рынке идеально, но вот он этот уровень, ребята. Глобально биткоин трендится наверх, как вы можете видеть. Соответственно, мы все еще удерживаем зеленую сетку супергупи как поддержку. И сейчас, еще раз вам говорю, мы устанавливаем объемы для дна будущего медвежьего рынка, на мой взгляд. Как мы можем видеть с вами на приближении. Вот у нас образуется кластер. Вот здесь вот в частности на уровне 48 и вокруг него, да, на уровне там 39,5 и выше на уровне 57. Вот эти вот линии, грубо говоря, это все. Плюс-минус вот этот уровень, о котором мы с вами сейчас говорим. Где-то здесь у нас будет, скорее всего, дно следующего медвежьего рынка. Но, ребята, это всего лишь теория. Она подкреплена, конечно, в моей вере в биткоин, в сток-то-флоу, дефляционная модель, хедж от инфляции и все такое прочее. А так локально, слушайте, ну, чё тут скажешь? Вещи происходят на крипторынке. Все, еще мы видим экстремальный страх. А, нет, уже 27. Смотрите-ка, страх отскакивает. Значит, соответственно, и цена отскакивает. Вот мы видим, что и биткоин отскакивает. Ну, особо пока это отскоком не назовешь. Давайте так. Вот и по эфиру тоже мы видим, что, как бы, конечно, вот эти тени, это все говорит нам о том, что рынок крайне сырой, крайне манипулятивный. И стаканы на биржах абсолютно пустые. Поэтому, конечно, нужно использовать риск-менеджмент, если вы торгуете с плечом, потому что вот это все может просто лишить вас. Такие штуки могут просто лишить вас всех ваших средств, если вы торгуете без стопов с большим плечом. Но глобально вы же видите, что лонг побеждает. Но это только слепой не видит, ребят, что посмотрите на это. Эфир просто улетел в космос. А многие монеты все еще валяются вот здесь. И вы сейчас говорите мне про них, что это скам. Про эфир также говорили, что он скам по 100 долларов, когда он валялся. И про биткоин также говорили по 5000. Конечно, что-то из этого вы останетесь скамом. Многие альткоины станут скамом. И в основном это будут, ребята, как вам не прискорбно об этом слышать, вот те альткоины, которые сейчас на хаях вы покупаете. Они просто исчезнут. Потому что взгляните на CoinMarketCap образца, я не знаю, 2013 года. Биткоин, лайткоин. Все. Где Namecoin? О, прикиньте, 14 монет всего было. Namecoin, Peercoin, Novakoin, Devcoin, Terracoin. Где все эти ваши топ-10? Все, кто говорят, что безопасно топ-10 держать, ну, держите. Только топ-10 постоянно меняется. 2014 год. Биткоин, лайткоин, рипл. Все. Вот вам доджкоин. Вот монеты, которые реально остались. Где все остальные? Counterparty, Namecoin, BitShares. Они как бы где-то есть, конечно, но очень все сомнительно. Вот, Dash, кстати, уже появился тогда. Вот. Поэтому будьте осторожны с щиткоинами. Помните, что есть вот такой еще сайт, и он более правдивый. CoinMarketCrap.co. Есть биткоин, и есть все остальные щиткоины, ребят. Но даже среди остальных щиткоинов вы знаете, что есть голубые фишки. Я сейчас не буду говорить, какие. Просто смотрите, какие на низах, и у которых проект не скамываю, у которых количество монет небольшое. И там разлоки ведутся честно. Там майнинг, алгоритм. Ну, то есть, изучайте проект всегда, на самом деле, если у вас что-то вкидываете, потому что сами видите, что происходит. Так, биткоин-доминация. Биткоин-доминация. Ничем нас пока оно вам не удивляет на недельном таймфрейме. Все еще медленно, но верно идет на all-time low. Несмотря на то, что здесь есть вот такие вот знаки, что мы, может, увидим еще отскок. Но, с другой стороны, мы вот уже видели. Короче, я не удивлюсь, если будет вот так вот. И я надеюсь, что вас тоже не смоет, если будет вот так вот. На четырехчасовике, да, вот оно уже вроде как происходит. Видите, оно такое оп, собралось разворачиваться. Но, на самом деле, оно так и вот здесь собиралось разворачиваться, понимаете. И вот здесь оно вроде как чуть выше сходило, потом ушло еще ниже. Поэтому, в принципе, что странно для меня, так это то, что биткоин-доминация выглядит практически так же, как многие альткоины, которые не растут. Да, лайткоин, Dash, что там, Zcash, я не знаю там. Но они как бы чуть-чуть растут, потом еще сильнее сливаются. То есть, по идее, это должно быть, ну, антикорреляция должна быть. Если биткоин-доминация падает, значит, эти альткоины должны стрелять. Но нет, мы видим, что стреляют другие альткоины, ребята. Но вы знаете, что будет. Сейчас, если вы продадите то, что вы долго накапливали внизу и купите по хаям другие шитки, они сразу, да, откуда вас тянет, вот честно скажите, что вы хотите купить? Луну. Вот здесь вы, скорее всего, хотели купить луну. И она после этого что сделала? Вниз пошла. И так всегда и будет. Сейчас только вы, вот, ману вы наверняка хотели купить, да, вот здесь вот на перехае. Это же бычий знак, перехай. Но в итоге что она сделала? Вниз пошла. Я не говорю, что это все прямо сейчас пойдет вниз. Я сам по-быче настроен на ману и на все остальное. Но, ребят, напоминаю, что она стоила меньше доллара недавно. Поэтому брать здесь, ну, как бы, на всю котлету точно нельзя. Потихоньку, там, может быть, ведрами заходить, там, на часть портфеля, если упадет. И это касается любых других монет, ребят. Такая же фигня. Я имею в виду, которые уже дали импульс, которые уже полетели. Даже эфир классик я сейчас очень сдержанно подбираю, потому что он уже выдал там мульти-иксы. А вот дэшик, ну, ладно, все, не буду вам о грустном. Сами все знаете. Продавайте, продавайте, шортите. На свой страх и риск со стопом дисклеймер, не финансовый совет. One inch тоже выглядит как кончено из камина после этого преждевременного разлока. Я буду это подбирать по-любому. Я думаю, что мы увидим хороший импульс. Но, опять же, все будет зависеть от общей конъюнктуры рынка. Аудио, кстати, опустился сильно тоже. Посмотрите, с предыдущих шпилек. Аудио хорошо опустился. Может быть, еще чуть-чуть ниже опустится. И надо подбирать, я думаю, в районе доллара и лететь дальше. Хотя, посмотрим, насколько этот хайп. Ну, у Аудиос хотя бы есть хорошая платформа, слушайте. И там, кстати, можно найти нашу музыку, послушать. Аудиоско. Аудиоско slash ITS, I think so. Вот. Можно там послушать нашу музу. Прикольный сервис, на самом деле. Мне нравится. Буду докупать, наверное, еще этих монет. Ну, так, аккуратненько, без фанатизма. Вот. Ну и по этому случаю, ладно, врублю вам кусочек одной из наших песенок, которая вам напомнит о самом важном правиле в криптотрейдинге и в криптоинвестициях, и в криптоходлинге даже скорее. Это то, что надо ждать, ребята. Побеждает тот, кто ждет. Это совершенно верно. Тот, кто не умеет ждать, он теряет все на этом рынке. А выигрывает тот, кто умеет ждать и дожидается и добивается своих целей, ребята. Дождается своих целей. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. Это крипто-комменты, Гриня, он же Флэ, группа «I think so», всем профитроллей. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok